Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Биткоин продолжает у нас с вами консолидироваться в этом диапазоне. 16-17 тысяч и замер, можно сказать, в ожидании, потому что сейчас выходные, американская биржа закрыта, а крипторынок торгуется. И, конечно же, интересно, как откроются индексы в понедельник, потому что индексы-то уже отросли, в принципе, да? Индексы уже где-то вот здесь, грубо говоря, вот. А биткоин нет, и эфир. Причем, как и альткоины многие, да, за последний месяц. Вот мы наблюдали лайткоин, дэш, лайткоин тоже отросли. Посмотрите, лайткоин прямо сейчас, кстати, пробил свою вот эту вот диагональную трендовую, а дэш пока все еще держит. Вот, но биток и эфир не сходили, даже близко, и вроде как накапливаются, и свечи хайка наши зеленые, дневные, что хорошо. Но вернемся к локальному 4-часовому таймфрейму. Что у нас тут есть? У нас есть нисходящее вот такое экспоненциальное сопротивление, которое, соответственно, становится поддержкой. И вот мы и видим это, что здесь мы несколько раз от него отвергались, потом после пробили и стали уже закрепляться как над поддержкой, но пока достаточно слабо здесь тоже пробили. И вот сейчас потенциально все еще удерживаем. Но что мы также здесь имеем? Это вот такую локальную трендовую повышающихся минимумов, ясную, да? Вот у нас раз повышающийся минимум, два, три, да, и потенциально четыре. И плюс ко всему мы сейчас тестируем вот этот уровень сопротивления. Понятно, что он не идеальный, также здесь было еще вот здесь сопротивление, да, некое, которое стало поддержкой, но все-таки здесь тоже, посмотрите, было сопротивление. И вот сейчас мы, может быть, как раз ретестим его как поддержку. То есть что нам нужно с вами в бычьем раскладе? Уже плюс-минус сейчас биткоин готов отскакивать. Ну, это вероятнее, если и фонда пойдет наверх, и DXY, соответственно, вниз. Но тем не менее, смотрите, что мы видим. Биткоин в первом вот этом импульсе своем отскочил от 0.61,8 по FIBA. А во втором импульсе пока что мы удержали 0.5 уровень. И может быть, конечно, так, что да, сейчас, если это действительно отскок, да, и локальный хотя бы на разворот тренда, то у нас будет идти тренд на ускорение. Соответственно, сейчас 1.8, 0.5, потом следующий 0.38,2 или 0.23, и, собственно, пошли туда. Это основной сценарий, которого я придерживаюсь. Вы знаете, все сами прекрасно, если вы подписаны к нам в телегу. И на канал, кстати, тоже проверьте подписочку. И поставьте лайк, ребята, в это непростое зимнее для крипты время. Вот, но тем не менее, хочу вам напомнить, что криптозима – это как раз время возможностей. Время для того, чтобы накапливать свои ходу позиций по шикарным ценам и пробовать входить в рисковые трейды, если вы трейдер, конечно, использовать эту возможность. Вот, поэтому да, по битку что? Локальный отскок напрашивается. Опять же, в выходные мы не знаем, будет флэт или будет движение. Напишите, что вы думаете в комментариях, потому что бывает так, что в выходные биток сходит и вниз, и вверх там очень сильно, и потом только откроются торги. Ну, а я что делаю, друзья? Я продолжаю держать свои позиции, мониторю их, плавно разгружаю. Думаю, буду скоро уже более агрессивно разгружать. Вот, жду глобально вот такие вот отскоки в целом, там, по дэшу на 100 и же с ними. На нашей любимой бирже Bybit, ссылка на которую в описании, и обзор сейчас появится сверху вот там. Посмотрите обязательно, если вы не видели и хотите научиться, как пользоваться этой платформой. Вот, также, кстати, здесь новая прикольная фича. Ну, как новая, уже несколько месяцев ей, но я только сейчас начал ее осваивать. Это марджин трейдинг. Но дисклеймер, не финансовый совет. Это очень опасная тема, то есть это на споте прям марджин трейдинг. Там есть свои плюсы и минусы. Я вот сейчас начал как раз накапливать позицию. Если вам это интересно, дайте, пожалуйста, знать в комментариях. Я обязательно сделаю об этом отдельный обзор про марджин трейдинг на Bybit, про отличие от фьючерсов и от спота. Но я лично что думаю, что пора накапливать спот лонговые, вот эти спот маржинальные позиции, там, x3, x5, аккуратно только. И при этом хеджу никто вам не мешает шортить. Если вы любите шортить, шортите себе на деривативах. Таким образом вы минимизируете риски. А, и напоминаю еще, кстати, ребята, что запуск токена Mii от игрушки Medieval Empires уже через неделю на Bybit. Чтобы вы поняли, что это не говно какое-то, а реально крутой проект, посмотрите сейчас кусочек трейлера, я вам покажу, как они пилят саму игрушку. Вот вы видите, что это действительно серьезная тема. Это никакая не реклама, не заказняк. Никто этих токенов на халяву не получает. Мы, наоборот, сами их покупаем и инвестируем вместе с вами. Поэтому думайте, конечно, своей головой, прежде чем это делать. Цена может еще долго падать. Поэтому, смотрите, IDO уже начинается сейчас на V-pad, Engine Starter, Pulse, Bit Starter, Trustpad. И на Bybit оно будет 19 декабря. Не торопитесь залетать на всю котлету. Все мы помним историю с кастой, с Чи, с ICP, с кучей других монет. Но, опять же, ребята, то это был медвежий рынок. И вот мы смотрим на касту, и вы так можете реально любую монету взять. ICP, Чию, любую-любую-любую вообще. Ну, за редким исключением. И сказать, вот, это просто был медвежий рынок. И это, наоборот, хорошо. Вам сейчас дают накапливать по цене инвесторов, ранних инвесторов. А Medieval Empires выходит сейчас. Возможно, что мы уже на зарождении бычьего рынка. Либо будет флет, либо рост. Поэтому в таком случае иксы могут быть и раньше. Но, тем не менее, все равно, помните всегда. Держите перед глазами вот этот график и помните про любой токен, про любой коин. Это не только каста. Не торопитесь инвестировать, тем более на всю котлету. Вот и все. И этот график напоминает любую монету. Он напоминает Dash с 2017 года. Он напоминает сейчас все ваши аваксы, соланы и что вы там из этого цикла ходите. Только знаете, где мы по ним? Где-то вот здесь еще. То есть нам еще, в принципе, падать и лежать в боковике. Вот. Поэтому помните это. Никогда не инвестируйте больше, чем вы готовы потерять. И даже правильнее будет сказать, не инвестируйте то, про что вы не готовы забыть на ближайшие пару-тройку лет. Понимаете? Вот что. Это долгосрок. Это ходл. Вот такие мысли по новым монетам. А глобально по альтам мысли такие, что мы сейчас в бит-сезоне. Но вроде как разворачиваемся в альт-сезон, ребята. И я, в принципе, этого и жду. Я жду альт-сезона. Я жду того, что BTC доминация все-таки пробьет этот уровень. Понятно, что это уже такой больше психологически условный уровень. Это уже не те цифры. Уже другое количество щиткоинов. Уже другое все. Большее количество стейблов и так далее. Но я все равно жду, что мы пробьем эту синюю зону. И, скорее всего, даже ниже сходим. Перед уже полноценным разворотом в бычий рынок биткоина по отношению к альткоинам, скажем. И, возможно, в медвежий рынок крипты следующий. Короче, видите, вот эта желтая точка на Уикли отработала здесь идеально, что это был пик бычьего рынка крипты. Вот кто спрашивал, как желтые точки работают наоборот. Да вот, по доминации. И теперь снова следующий пик бычьего рынка крипты, условно говоря, вот здесь, который будет. К примеру. Я не говорю, что он точно будет здесь. Ну, где-то чуть дальше. Вот на нем, скорее всего, появится желтая точка. И потом мы пойдем в медвежий рынок крипты. И надо будет уже, если вы биткоин-тру максималист, вашу биткоин-позицию ходлить вообще через любые просадки и только докупать. А если вы спекулянт, конечно же, фиксировать прибыль и выводить тезер, я не знаю там во что. Покупать там гречку, недвижку, тачки и все, что хотите. Или лошадей. Все, ладно. В общем, с вами был Гриня, это канал Крипто Коммонс. С вами весело, ребят. Но пора бежать. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. В Телеграм. К нам все ссылки в описании. Торгуйте осторожно. Помните, что долгосрочные ходлеры побеждают. И всем профитроли. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok